Цены на Алиэкспресс сойдут с ума. Тысячи товаров со скидками. Повышенный кэшбэк призы на миллион рублей. Только 11 ноября и только на Letyshops. Спеши зарегистрироваться. Ссылка в описании. Здарова народ, всем отличного настроения. Вы смотрите канал Чай на Гаджет. Со всеми на нашем столе посылочка с новым бюджетным смартфоном от компании Юханс. Юханс А101. С данным производителем мы уже знакомы. Недавно у меня на обзоре была моделька S1, которая, кстати, оставила положительное впечатление. Однако, на что же способен бюджетный смартфон с ценником? Немногим более 50 долларов. Сейчас мы с вами и узнаем. Посылка до Краснодарского края шла около 20 дней. Итак, дорогие друзья, приступаем к вскрытию. Погнали! Вот это поворот. А у нас тут еще одна посылка. Прям такая классическая, китайская. Ох, ладно. Все, это в сторону. Что-то у нас за лист какой-то. Ах, даже на скотче. Ладно, будем без его участия вскрывать. Итак, нож в сторонку. И давайте смотреть, что же тут нам пришло. Итак, я вижу много маленьких частей. Начнем, разумеется, с них. По всей видимости, это комплектация. А это у нас Intelligent Charger. Зарядочка. Извиняюсь за свой английский. Возможно, прочитал неправильно. Итак, вот такой вот блок зарядного устройства. Так, все, больше ничего нет. Сейчас мы его рассмотрим. Под стол. Дальше у нас батарейка. Юханс. Отдельно. Неужели такая комплектация забавная и интересная? А где тут вообще вход? А, дверь. Где? Как это открыть? А, ну да. Это же не для меня, не для моего ума. А, опа, все. Есть у нас батареечка. Я не знаю, это запасная или та, что одна единственная. Ладно. Она у нас объемом 2450 мАч. Достаточно, ну, не скажу, что увесистая, но вес имеет. Так, далее. Все, больше ничего нет. Коробка с самим устройством. Хотя нет, вот соврал. У нас есть вот такой вот переходничок. Интересная штука. По всей видимости, это к этому зарядному устройству. Да, вот это вот. Вот, сейчас я его достану, посмотрите. Вот так выглядит зарядное устройство. Сюда, разумеется, батарейка ставится. Только, правда, не это. А, боже мой, как все сложно. Блин, как этой штукой пользоваться, я пока не пойму. Ладно, это не так интересно, но, во всяком случае, то, что ее положили, это уже достаточно забавно. Так, все, больше посылочки ничего нет интересного. Да, лови со стола. Ну, а мы, разумеется, переходим к самому устройству. Это тоже под стол. Ну, и так. Внешний вид и дизайн данной коробочки сразу нам навевает на то, что это, в первую очередь, бюджетное устройство. Никаких, хотя нет, вот технические характеристики устройства у нас указаны. Так, тут у нас цвет Blue, голубого цвета смартфончик. Ну, и давайте ознакомимся с техническими характеристиками. Так, бегленько. Dual SIM card. Так, процессор MTK6737. Батарейка на 2450 мАч. 5-дюймовая IPS-матрица, HD, оперативной памяти 1 ГБ, накопитель 8 ГБ, Android 6.0 из коробки, задняя камера на 5 МП, передняя на 2 МП. Разумеется, присутствует интерполяция, соответственно, до 8 и 5 МП. 4G поддерживается. Итак, давайте уже смотреть и знакомиться со смартфончиком. Так, да, ладно. Всё-таки надо досмотреть комплектацию, потому что вот так вот она выглядит. У нас блок зарядного устройства. Он у нас на 1 А. Далее USB кабель. Салфеточка. Неизвестно зачем. Пленка. А, есть! Даже бронестекло положили. Вот это крутяк. И что, целая доехала? Вот это интрига. Давайте посмотрим. Да, целая вот такое вот стёклышко. Что ж, подарочков просто море. За это, разумеется, большущее спасибо продавцу. А мы это всё, разумеется, убираем и переходим уже, наконец-то, к нашему герою. А герой наш вот так вот выглядит. Он у нас ещё идёт и в силиконовом чехле. Прикольно. Давайте его сразу уберём в сторонку. И вот, собственно говоря, оцениваем, так сказать, по первому взгляду. Вот эта штука, кстати, она не металлическая. Но, во всяком случае, не холодит руку. По всей видимости, корпус нашего смартфончика полностью пластиковый. А вот это вот Soft Touch. Мягенькая, приятная на ощупь. Разумеется, мы просто обязаны взглянуть на недра. Давайте посмотрим, что у нас тут. Моделька А101. О, круто! Две батарейки. Это было подарочное. Вот это. За это ещё раз спасибо. Сколько раз я уже поблагодарил продавца. Ну, во всяком случае, есть за что. Итак, батарейка у нас располагается под задней крышкой. Слот для карт памяти. Далее у нас два слота под микросим-карточки, по всей видимости. Ну и всё. Больше ничего интересного тут, к сожалению, нет. Ну а пока наш смартфончик запускается, мы ещё раз пробежимся по внешнему виду устройства. Итак, на задней стороне данного смартфона находится основная камера и вспышка, не двойная, а динарная. Ну и разумеется, логотип компании Юханс и маркировочка номер модели. На верхней стороне у нас разъём для подключения стерео-гарнитуры. Снизу динамик, USB-разъём. А где микрофон? Куда его спрятали-то? Эээ, микрофона не вижу. Так, на левой стороне у нас ничего нет. На правой качелька регулировки громкости и кнопка включения. Да где микрофон? Ладно, ребят, если я его найду уже в полном обзоре, уже покажу, где он всё-таки находится. Забавно. На лицевой стороне смартфона расположились датчики, динамик, глазок, фронтальные камеры и, разумеется, элементы управления. Ну, а я забыл включить смартфон. Глупая моя голова. Давайте запускаться. Всё. Смартфончик начал запускаться. Ну и, разумеется, оценим экран, интерфейс и уже после того, как он загрузится. Вуаля, наш смартфончик запустился. Это уже не может не радовать. Так, давайте-ка быстренько посмотрим на версию андроида и перейдём к полному тестированию. Ну что ж, версия андроида действительно 6.0, модель А101 и так далее. Надо будет проверить обновление системы по воздуху. Ну, а сейчас русский в системе присутствует, как вы можете заметить. Так, дорогие друзья, я не буду делать на данный смартфон отдельное видео. Сейчас в данном ролике мы всё быстренько отснимем, протестируем и уже вынесем вердикт по данному устройству. Так что не переключаемся, сейчас будет полный тест. Ну что ж, мои дорогие друзья, поюзал я сей девайс на протяжении нескольких дней и сейчас постараюсь поделиться своими впечатлениями о данном устройстве. Итак, начну с того, что данный смартфон понравился мне в первую очередь своей шустростью и отзывчивостью интерфейса. Ещё бы, это же голый шестой андроид, что может быть лучше для бюджетного устройства, разве что седьмой, но его пока что, к сожалению, не завезли. Однако, по каким-то неведомым причинам, оболочка сего девайса именуется как Free Mi OS. Но ничего, кроме слегка перерисованной звонилки, я не заметил. Что ж, возможно, это и к лучшему. Зато обновления по воздуху приходят частенько. Ну а сейчас железное составляющее устройства. На борту нашего подопытного установлен обновлённый 4-х ядерный процессор MTK6737, работающий на частоте 1,25 ГГц на ядро. За графику отвечает Mali 720, оперативной памяти в смартфоне 1 ГБ. Ну что ж, малыш хоть и шустрый в повседневной работе, однако в тяжёлых ресурсоёмких играх он однозначно даёт слабину. Большинство идёт на средних настройках графики, да и то не всегда идеально. Зато на минималочках можно поиграть во все современные релизы. Что касается нагрева, то он присутствует, куда без него, но он однозначно в пределах нормы. Как идут игры на Юханс А101, а также его нагрев после часа тестирования, вы увидите в конце данного обзора. Объём встроенного накопителя в Юханс А101 скромный. Я бы даже сказал, очень-очень скромный. Каких-то 3,5 ГБ. Так что использование карточек памяти буквально жизненно необходимая потребность. Но опять же, если вы берёте смарт как мультимедийный комбайн, а не простую звонилку с функцией интернет-сёрфинга. Ну а сейчас предлагаю оценить примерное качество звучания нашего сегодняшнего героя. Субтитры подогнал «Симон» Звук в меру громкий и вполне себе годный по качеству, чем обычно редко могут похвастаться устройства за подобный прайс. Что касается звучания в наушниках, то тут без прикрас. Звучание среднее. Экран смартфона Экран смартфона – это HDPS-матрица с диагональю 5 дюймов. Экран я смело могу отнести в копилочку плюсов нашего героя. Он весьма хорош, матрица выполнена по технологии ОГС, а мультитач распознаёт аж 10 одновременных прикосновений. А таким уж точно мало кто может похвастаться за 50-60 долларов. Нередко встретишь устройство, для которого пределы – это два прикосновения. В целом экран нашего героя яркий, в меру сочный, хотя с максимальной яркостью я всё-таки погорячился. Её иногда не хватает, но только при работе в условиях полуденного солнца. Но и то не во всех ситуациях, так что это можно и простить нашему малышу. В смартфоне используются два модуля камер, тыльные на 5 Мп и фронтальные на 2. Разумеется, присутствует интерполяция снимков до 8 и 5 Мп соответственно. Что ж, как вы прекрасно понимаете, при создании ультрабюджетного устройства приходится чем-то жертвовать. И на этот раз производитель пожертвовал именно камерами, так как в обоих случаях, даже учитывая ценник устройства, они средние. При ярком дневном солнце снимки получаются ещё куда более-менее неплохие. Для пятёрки, разумеется. А вот в тёмное время лучше избежать желания что-либо сфотографировать. Ну а сейчас предлагаю ознакомиться с примерами фото и видео файлов, сделанных при помощи Juhans A101. Тест записи видео камеры Juhans A101. И у нас тут какая-то небольшая выставка то ли мёда, то ли ещё чего-то сельскохозяйственного. Сильная Кубань, сильная Россия. Ну давайте посмотрим, что у нас тут. Заодно и протестируем камеру. Такие вот подделочки замечательные. Родные, короче, так что-то. Это оцениваем. Как снимает наша камера. Собственно говоря, и вся выставка. Три палаточки. Шесть точнее. А сейчас, разумеется, тест макросъёмочки. И мы на шишки упали. Навернулся. Ну, как раз туда, куда надо. Ну и теперь сюда. Фокус. Ага. И на шишки. Шишки. Всё. Ну что ж, дорогие друзья, настало время подвести итоги. Отдав, грубо говоря, 50-60 долларов, мы получаем довольно интересный смартфон с неплохим внешним видом, приятными материалами корпуса, отличным экраном, хорошим звуком и годной автономностью. Кстати, да, смартфончик держит заряд до вечера даже в условиях интенсивной нагрузки, что не может не радовать. Однако, заряжать его всё же приходится каждый день. К минусам могу отнести средненькие камеры и посредственную производительность в тяжёлых ресурсоёмких играх, да и встроенной памяти, честно говоря, не так уж и много. Покупать ли Юханс А101 или же нет, решать в первую очередь вам. Все необходимые ссылочки я оставил в описании под видео. Ну и конечно же, если вы при этом захотите ещё и сэкономить, а учитывая грядущую распродажу 11 ноября и подавно, категорически рекомендую вам кэшбэк-сервис Letyshop. Ссылка на него есть и также в описании под видео. На этом всё. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, а также оставить парочку комментариев и вопросов под видео. Постараемся ответить всем, но не забываем посетить нашу группу ВКонтакте, там вы сможете ознакомиться с фотосессиями устройств, а также там проводится голосование за следующие интересные девайсы для обзора. Всем огромнейшее спасибо за внимание и поддержку. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok